С одной линейкой. Пусть у нас имеется отрезок АВ, и мы хотим его разделить пополам. У нас с циркулем мы знаем, как его делить, а теперь циркуль у нас забрали, и мы хотим отрезок АВ разделить пополам. Мы теперь можем только пролить какие-то линейки. Можно прийти много разных линей, взять их какие-то, пересечения, еще что-нибудь. Это нельзя. Что? Это сделать нельзя. Это сделать нельзя. А почему? Смотрите. Давайте я сначала скажу то, что можно сделать, чтобы лучше было понятно. Представьте себе, что у нас есть еще отдельно, нарисована нам в помощь, параллельная прямая. Как тогда можно разделить пополам? На густе и середине перпендикулярные... Подождите, у нас нет циркуля. Можно прийти просто перпендикулярные линейки, полгода 90. Так на глаз. Так на глаз. Нет, нет. Оно запрещено. Нет. Это правила игры у нас такие, что прямую можно проводить только если есть две точки. Это единственное, для чего можно использовать линейки. А нельзя там на линейке отгресить какой-нибудь отрезок, куда-нибудь его еще приложить. То есть там это все так надо... Он каких? Обходных понемок. Да. Ну давайте перейдем какие-нибудь две прямые из точек А и В, чтобы они пересеклись. Чтобы они пересеклись. Чтобы они пересеклись. И рассмотрим точки пересечения этих прямых с параллельной прямой. Вот возьмем какую-нибудь две какие-то точки. Так, ну сейчас подождите. Понимает ли кто-нибудь к чему нас склоняют? Так, что он сейчас скажет? Что? Перпендикуляр. Перпендикуляр мы проводить не можем. Потому что для перпендикуляра нам нужен был циркуль. А сейчас у нас столько линей. Что у нас? Заяви точки ДВ и ЕА через центральную точку. Заяви точки ДВ и ЕА. Это вы хотели сделать? Да. Видите, как вас раскусили. А дальше что он будет делать? Получит точку Y. И через нее проведет прямую. И через нее проведет прямую. И будет надея... Вот и эта точка будет половиной, серединой. Если такая теорема, что если мы возьмем трапенцию... Ну, она бы получилась очень симметричной. Давайте мы нарисуем похожую на трапенцию. Если мы проведем трапенцию, и в ней проведем диагонали, а также продолжим стороны до пересечения, и проведем вот так... То вот это получит симметричный отрезок. И ДВ тоже будет раздуть. Чего? И ДВ тоже будет раздуть. Так. И заодно еще никому не нужно отрезать ДВ тоже будет раздуть полную. А кто-нибудь может объяснить, почему это? Доказать, что я ему от начала до конца, что точка и пересечения диагоналий, проголоженных сторон трапеции с 9 на 1. Значит, у нас есть трапеция, есть четыре точки. Пересечения боковых сторон, продолжения, пересечения диагонали, и середина сторон, основания трапеции. И есть такая, вы говорите, теория, что они все лежат на одной прямой. И это вы можете доказать. Да. Тогда нам будет ясно, что это та самая... То есть мы проведем прямую через эти две точки, ну, две там окажутся. Для этого мы говорим о структуре, потому что, если у нас есть трапеция, то вот если мы видим трапеции, любая прямая параллельная основания, проходящая диагоналия, разве так, что отрезок заключённые диагоналии, и сторона должен управлять перед собой? Рисуйте трапецию. Сейчас. Кто-нибудь понял, чего там? Хорошо, нарисуй, так ладно, не буду забегать перед. А раз я нарисовать трапецию, нарисую трапецию. Проведите диагоналию. Правильно. Main 2 marker не понял. Вот параллельную трапецию. Правильно. Проведите диагональю. Вот этот, да? Призывание. Правильно. Вот этот, да? Доказывается, честь о трепопеции, для этого мы вам просто повести до пересечения hak 외ii-к Wetをazza. Я не знаю про подобные треугольники вы наверное знаете. Значит а вот этот отрезок относится к этому так же, как вот это относится к этому. Потому что это подобные тревоги. Этот отрезок относится к тому так же, как это относится к этому Но это уже теорема фализа, что это относится к этому Elvis Так, ну давайте сейчас погромней разберём, но чем это нам поможет? Ну хорошо Когда... Я хочу отдельно от того рисунка доказать, что четыре точки лежат напрямую. Я хочу сказать, что у меня прямая, которая проходит через точку пресечения боковых сторон, будет делить остатки. Мы проходим через точку боковых сторон. И еще, через что? То, что прямая, которая будет проходить через одно отставание, если она проходит в баланс, потом будет в баланс вторая. А, если мы приведем через середину основного отставания, то мы попадем на середину двух областей. Вообще, пока внутренняя точка нас совершенно не волнует. Вы просто хотите сказать, что из этих четырех точек три лежат на одной прямой. Ну, в другой теореме фалис, я не знаю. Из-за подобия треугольника? Ну, можно сказать, что этот треугольник подобен этому. А этот треугольник подобен этому. Коэффициент подобный, у них это отношение вот этой стороны, ну, лучше даже сказать, вот этой стороны конкретности. Поэтому он одинаковый, коэффициент подобный. Хорошо, значит, эти три точки лежат на одной прямой. Допустим, мы победим. И поскольку мы сказали, что у нас три точки лежат на этой прямой, то вы будете дальше ходить. Я проведу в треугольник две диагонали. Да, сейчас так, а мы отдельно теперь проведем две диагонали. Хорошо. И чего дальше? Проведу отрезок, который будет проходить через точку пересечения за канали параллельной стороне. Да. Он будет раздувать по полу. Он будет раздувать по полу. Вот. Теперь проведу по какому сторону пересечения. Все-таки проведем. Ну да. Ну давайте проведем. И соединируем его с точки пересечения. Ценный точек. Да. Да. Теперь смотрите. У нас на рисунке есть треугольник, к которому мы верим, потому что это диагон, а внизу под ним еще одна трапеция. Сегодня в предыдущей теореме. А, что если провести через эту точку и вот к этой трапеции применить, то получится, что она пройдет в середине. Да. А поскольку она прошла через середину нижнего основания, то порой через середину верхнего основания. Угу. Да. Ну, вроде. Нет. Вроде я даже подпольный не проследил. Рассмотрим середину ДЕ. Середину ДЕ. Середину АВ. Середину АВ. И те две точки пересечения, продолжения сторонних диагоналей, докажем, что они лежат на одной прямой. Докажем это так дальше. Докажем сначала, что точка пересечения, что середина основания и верхняя точка С лежат на одной прямой. Для этого рассмотрим гомотезию, которая с центра в С и переводит Д в А, а Е в В. Да. Значит, ну, это такая тяжелая артиллерия. Значит, у нас мы можем всю эту картинку растянуть по отношению, которые есть СА к СД, или же то же самое по исподобию СВ к СЕ. И тогда из этой картинки получится эта картинка, середина перейдет в середину, а с другой стороны она удалится. Да. Твоя. Вот. И аналогично можно рассмотреть гомотезию, только с вкрицательным коэффициентом. Вау. С центром коэффициента диагоналей, который переводит с середины тоже в середину. Да. Предлагается рассмотреть коэффициент, который вот этот треугольник переводит в этот, ну, как бы с коэффициентом минус вот этот. И тоже будет, да. Так. Ну, хорошо. У нас, в мире, уже есть два доказательства. Может быть, кто-нибудь может еще доступнее изложить? Проецируем картинку на прямую АВ, параллельную прямой цены. Да. Давайте я скажу, давайте я попробую сказать. Это, я скажу, лемба. Лемба такая, что если у нас имеется треугольник, и мы провели среднюю линию, медианы в этом треугольнии, то эта медиана делит пополам любую прямую параллельную избуку. То есть вот это равно этому. Тогда и вот все вот эти равно. Понятно это? Это из соображений подобия, что они все относятся, вот это уменьшается до этого, вот из этих двух подобных треугольников, но вот в том же отношении, как это уменьшается до этого. Соответственно, это уменьшается до этого в то же самое количество раз, потому что это общее, вот эти две стороны общие. Поэтому они равны. Соответственно, из этого сразу следует, что вот эти три точки лежат на одной прямой. Ну как раз потому, что если мы проведем вот это, то оно должно идти пополам. Ну это я на самом деле почти повторяю то, что говорилось. А теперь я еще расскажу другое. Что будут равны не только вот эти точки, но если мы все это продолжим, то и вот здесь будут все равны. Тоже понятно по тем же причинам. Ну вот этот треугольник подобен вот этому, а вот этот подобен вот этому. И они подобны в одном и том же отношении, как лотопед. Теперь, где в этой картинке это надо узнать? Если у нас есть, вот если у нас есть эта самая трапеция, если он проведет в середину, то вот это параллельный отрезок. Вот один из этих отрезков. И значит, вот эти три точки, он тоже не пополам, а эти трочки лежат на одной прямой. Ну соответственно, у нас есть вот такая фара и вот такая фара. Ну и поэтому все четыре лежат на одной прямой, то что мы хотели сделать. Давайте еще что-нибудь сделаем более занятное. А, например, понимаете кто-нибудь, как вот у нас имеется отрезок, и тоже нам дана параллельная прямая такая. Мы хотим отрезок АП удвоить. Есть какие-нибудь идеи, как его можно удвоить? Вот мы можем параллельно разделить, это пожалуйста. А теперь мы его хотим удвоить. Как это можно сделать? Вот у нас есть это равно этому, и это равно этому. То есть вот у нас уже как бы есть отрезки, которые вдвое больше друг друга. Вот это двое больше этого, а это двое больше этого. Нам так хотелось удвоить АП. И у нас есть только линейка, циркуля у нас нет. Параллельно разделить, это у нас не считается ли решением? У нас, так сказать, правило есть правило. Вы мне можете говорить, как вы провести прямую. А параллельно перевести вы мне ничего не можете сделать, потому что я такого не соглашусь. Как, проводя прямую, удвоить этот самый АП? Проводим В через В и через середину АП. Ну давайте я напишу это С. Это ДЕР. Через что вы предлагаете вывести? Возьми, ВЕ РД до пересечения с АП. ДЕР. ДЕР. Ну или после пересечения, вам же есть пересечение. Пусть это будет, я не знаю, О. ДЕР. Работим ОФ до пересечения с АП. ДЕР. ВАУ! ОФ! Смотрите, проводим ОФ до пересечения с АП. То есть теперь у нас есть два равных отрезка, и их тени, ну как бы мы отсюда светим лампочкой, у нас там с параллельной прямой на другую пройдет. И у нас вот это и это должны быть в равной отрезке, а не в полной и вот в этой. Это та самая теорема, которую мы доказывали. Если мы поделили полам, провели дальше параллельную прямую, то вот это пройдет через середину. Так вот получилось. Правильно это? Повторить еще раз? Да. Мы хотим удвоить отрезок РМ. Мы хотим удвоить отрезок РМ. У нас здесь параллельная прямая. Утверждается, что если у нас уже здесь будет какие-то два удвоенный какой-то отрезок, то этого уже достаточно. Если на другой прямой нам удастся построить точки на равное расстояние, то это достаточно. Почему? Потому что мы поймем, откуда нужно. Чтобы вот этот отрезок перешел в этот, проведем до пересечения. А потом отсюда продолжим еще прямой вот так. И получится наша любимая конструкция. Вот есть трапеция. Точки пересечения боковых столов мы провели через середину одну из сторон. Значит, будет середина другой стороны. Значит, вот это равно вот этому. Убедительно. Убедительно.